Здравствуйте! Вы смотрите новости о премиусе. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. Борьба с ландшафтными пожарами, необходимость работы с беженцами, подготовка к майским праздникам. Эти и другие вопросы обсуждались на очередном планерном совещании. В концерте, посвященном 8 марта, приняли участие солисты и творческие коллективы Дома культуры. Веселые сценки, танцы и песни о любви стали замечательным подарком для женщин. Особенностям природы Донского края посвящена выставка, которая проходит в районном кровеческом музее. Представители животного мира создают полную картину фауны региона. И теперь более подробно. В администрации Матвея-Курганского района состоялось очередное планерное совещание руководителей предприятий и службы жизнебеспечения. Очередное планерное совещание глава Матвеева-Курганского района Александр Рудковский начал с представления нового руководителя отдела социальной защиты населения Галины Колесниковой. Она сменила на этом посту ушедшую на заслуженный отдых Ольгу Самотис. Затем руководители выступили с докладами о ситуации за две минувшие недели. В полиции было зарегистрировано 155 сообщений о происшествиях и преступлениях. Внимание акцентировали на более резонансных. Было выявлено два факта распространения детской порнографии. Потом в селе Малакерсана 6 числа было у нас проникновение до кофе Сбербанка, где с помощью оборудования сварочного вскрыли банкомат и похитили 973,5 тысячи рублей. Три факта незаконного оборота оружия было. Девять фактов незаконной регистрации на страны граждан выявлено. Особого внимания требует борьба с нарушителями экологии. Число ландшафтных пожаров в последнее время резко возросло, и это вызывает определенную тревогу. Порядка 28 выездов было на загорание сухой растительности и мусора. А с начала года было выездов 38. В прошлом году было 8. То есть это мы должны понимать, что это рост просто. Мы его даже объяснить никому не сможем. У нас на улице не 40 градусов тепла. Получается у нас, я сейчас там смотрел, статистика горит вокруг населенных пунктов, причем прилегающих к ним, внутри населенных пунктов. Было обращено внимание на необходимость работы с беженцами, которых в нашем районе насчитывается более 800 человек. Эти люди должны быть зарегистрированы, трудоустроены или направлены в места постоянного размещения. Ну, здесь уже было сказано по жителям Украины, которые у нас сейчас проживают, но нам нужно не только следить за тем, чтобы как, куда двигались дальше, пересекали нашу границу, но вопрос стоит в том, что на сегодняшний день более 800 человек находятся на нашей территории. и главы администрации, давайте еще разочек с ними поработаем, все же или туда, или дальше, потому что их очень у нас много. И работают они, не работают официально, у них никаких документов о том, что они работают, нет. То есть работают без документов. Развучала информация о ходе весенних полевых работ и предстоящем предпосевном совещании. Ведется активная работа по подкормке землоклина района прикорневым способом. Некоторые сельхозпроизводители начинают пытаться и сеют ранние колоссовые, но земля еще, скажем так, местами выборочно все это делается. В связи с этим, я обращаюсь к главам, там была вам дана телерама, что с 12 марта, то есть в четверг, а после завтра мы проводим районное предпосевное совещание. Я обращаюсь к вам с большой такой просьбой о том, чтобы, значит, пожалуйста, обеспечить явку на это совещание. Особенно меня интересует, скажем так, мелкие у наших сельхозпроизводителей. В районе объявляется традиционный месячник по благоустройству, в рамках которого пройдет День древонасаждения. К весенним праздникам все поселения должны подготовиться достойно. Главам поселения с 10 марта организовать проведение месячника по благоустройству. Предоставить в отдел ЖКХ графики планы графики проведения месячника и еженедельный отчет. Погода благоволит, поскольку важнее ничего нет, как навести на сегодняшний день порядок. Этим вопросом мы займемся пораньше. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». Накануне Международного женского дня в Матвеокурганском доме культуры состоялся праздничный концерт. В концерте, посвященном 8 марта, приняли участие солисты и творческие коллективы Дома культуры. Концертную программу открыл Александр Алпатов. Из девица, что ж ты принцесса, из красивого волшебного леса. И везде наступает лето, когда ты идешь по белому свету, Наша маленькая принцесса. Из красивого волшебного леса ничего тебе бояться не надо, Лучшим подарком для милых мам и заботливых бабушек стали выступления детей. Юные артисты к празднику подготовили интересные номера. Музыка. 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 В этот солнечный весенний день в адрес виновниц торжества звучало много добрых слов и пожеланий. Для них показывали веселые сценки, исполняли зажигательные танцы и пели песни о любви. Музыка. 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 С большим успехом в районном краеведческом музее проходит выставка, рассказывающая о природе Донского края. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. 3 марта по 15 апреля в Матвеево-Курганском районном краеведческом музее проходит выставка Ростовского областного музея «Природа Донского края». На выставке «Природа Донского края» представлено более 500 экспонатов животных, насекомых и птиц, обитающих на нашей Донской земле. Дон всегда славился своими рыбными богатствами. Одна из самых больших донских рыб – сом, длина которого может доходить до 2 метров, вес до 100 килограмм. Голова именно такого сома представлена у нас в экспозиции. Одна из многих птиц, которые представлены в экспозиции – это чучело большой белой цапли, аиста черного, совы, журавля и ястреба. На выставке экспонируются также представители лесовой степей. Это чучело головы оленя, косули, барсука и многие другие. Многие из представленных на выставке чучело птиц и животных занесены в Красную книгу. Выставка пользуется популярностью как у маленьких посетителей, детсадовцев и учеников начальных классов, так и у взрослых. В этот день посетителями выставки стали первоклассники из Анастасиевской школы. Сом живет в пресноводной воде. В воде, правильно, да. А вы знаете, что вот этот сом, он весил 100 килограмм, и длиной он был 2 метра. Это настоящий? Настоящий, да. Это чучело, вот именно, вот здесь только одна голова, да? Это настоящий чучело. Чучело, да, да, сомат. Выставленные экспонаты создают полную картину фауны региона. Ребята увидели представителей животного мира, обитающих в наших краях, и узнали о них много интересного. Я сома настоящего увидел. Еще мы змей разных видели. И, ну, еще потом хомяков больших, крота видели. Я не знала, что тут есть, например, такие красивые птицы, орлы, орел. В руки только они мне не сильно понравились. А что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравились бабочки. И еще понравились сети как-то. Зайчик понравился с лисой. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиуси». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте, миус.инфо. А я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения. Продолжение следует...